Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Сильная духом спортсменка Анастасия Шевченко. Вновь золотая медалистка. Форма детям по плечу первоклассников пятой школы посвятили в казачата. Недобросовестная конкуренция. Рынок Восточный освободили от стихийной торговли. И сейчас обо всем подробнее. Спортивная звезда Анапы. Невероятную волю к победе, в которую раз демонстрирует наша землячка Анастасия Шевченко. Воспитанница спортивной школы «Виктория» привезла четыре медали со второй летней спартакиада инвалидов. В родной школе ее встретили как героиню. Поздравляем! Поздравляем! Шары в руках у Насти Шевченко в цвет ее медалей. Так воспитанники спортивной школы «Виктория» встречают одну из своих звезд. Мы очень гордимся, Настюша, и очень надеемся, что мы тебя еще увидим на чемпионате мира. Обязательно увидим на чемпионате мира. Кстати, это главная, Настя, мечта. Накануне нового учебного года Анастасия Шевченко привезла четыре медали со второй всероссийской летней спартакиады детей с ограниченными возможностями здоровья. Бронза на 50 метрах брасом, серебро вольным стилем на 50 и 100 метров и первое место на любимой Настиной дистанции 100 метров на спине. Сестра знаменитого анапского параспортсмена Анатолия Шевченко сама начала заниматься плаванием не очень давно, в 14 лет. А вот отличные результаты пришли к девушке быстро. В позапрошлом году, извиняюсь, я завоевала две бронзы, в том году я завоевала две бронзы и два серебра. Наверное, вовремя сошлись вместе гены, волевой характер и большая работа тренера спортивной школы Виктория Ольги Лавиной. Для Насти она не только наставник, вторая мама. От их совместной работы и рождаются такие весомые результаты. Восемьдесят сессий за пять лет. Муниципальный совет депутатов второго созыва завершил свою работу. После выборов парламент Анапы соберется в новом составе. В работе совета принял участие глава курорта Сергей Сергеев. Депутаты рассмотрели 17 вопросов. Заместитель главы Анапы Олег Костенко представил на утверждение решение наградной комиссии о присвоении нашим землякам почетных званий и наград. Звание почетного гражданина Анапы присвоено Анатолию Атрошевичу, бессменному руководителю народного казачьего хора, заслуженному работнику культуры Российской Федерации. Своих героев нашла медаль за выдающийся вклад в развитие города-курорта. Среди прочих имен учитель математики школы номер 4, отличник народного просвещения, заслуженный учитель России, ветеран труда Тамара Сукасян. Главный врач санатория Мотылек, заслуженный врач России Мария Хижняк. Заместитель председателя домового комитета номер 25, ветеран труда Мария Полеская. Единогласно принято решение об установке мемориальной доски, посвященной памяти выдающегося краеведа, почетного гражданина нашего города Баклыкова Леонида Ивановича на доме, в котором он жил. Единый день голосования 13 сентября. Три выборные кампании пройдут в городе-курорте. Для членов избирательных комиссий провели обучающий семинар. В день выборов Анапчане одновременно проголосуют за нового губернатора Кубани, депутатов муниципальный совет, а также определяют имя депутата законодательного собрания края по 39 округу. На 1 июня 2012 года на нашей территории зарегистрировано 129 323 избирателя, из них 52 892 человека проживают в городе. Для организации процесса голосования в 27 одномандатных избирательных округах образовано 70 избирательных участков, третий из которых организуют голосование на дополнительных выборах депутатов законодательного собрания государственного края 5-го созыва. Расположены они в Анапском, Гарикоцорском, Гастагайском, Первомайском, Субцерском, сельских округах. То есть понятно, что в этих сельских округах мы проводим с вами три уровня выбора. Участникам обучающего семинара, председателям, секретарям и членам участковых избирательных комиссий разъяснили претерпевшие изменения выборно-законодательства. Как организовать досрочное голосование, коллегам объяснил член территориальной избирательной комиссии Анапская Сергей Старостин. Начнется оно за 10 дней до дня выборов на избирательных участках. Членам участковых комиссий напомнили о том, что анапчан необходимо проинформировать об изменении адресов избирательных участков. Кстати, со списком всех 70 участков также можно ознакомиться на официальном сайте администрации курорта на странице Анапской территориальной избирательной комиссии. Еще один казачий класс появился в Анапе. Торжественная церемония посвящения первоклассников казачата прошла в школе номер 5. Еще в прошлом году, когда в пятой школе впервые формировался казачий класс, многие родители раздумывали, отдавать или нет свою чадо к наставникам казака. Сегодня, когда перед глазами взрослых пример дружного, успешного класса, убеждать никого не пришлось. В этом году, когда мы стали набирать только классы с 1 февраля, то казачий класс уже в середине февраля был полностью скомплицован. Во второй по счету казачий класс записаны 32 мальчика и девочки. Священник Свято-Ануфриевского храма протеерей Геннадий Ключников благословил ребятню. Ветеран войны, радист 4-го кубанского казачьего кавалерийского полка Софья Сунгадовна Поварова напутствовала. Я желаю вам, чтобы вы были физически крепкими, не поддавались никаким плохим, плохому влиянию. Это очень важно. Живите, радуйтесь. Вы живете в самом хорошем городе. И я хочу, чтобы вы берегли наш город. Я думаю, мы не в последний раз с вами встречаемся. Да, ребята? От имени главы города Сергея Сергеева подарки без пяти минут первоклашкам казачатам вручила начальник управления образования Наталья Никитюк. От районного казачьего общества к каждому ученику комплект казачьей формы. Взволнованные виновники торжества дали обещание хорошо учиться, хранить и приумножать традиции казачества и кубани, чтить и уважать старших. Первый казачий класс был создан в 2004 году в станице Гастагаевская. Сегодня в Анапе их уже 31. Улицу Парковую возле рынка Восточной оккупировали предприниматели-нелегалы. Стихийную торговлю организовали банальные перекупщики, маскируя товар подвыращенный на собственных сотках и явно завышая цены. Такая конкуренция добросовестным участникам ярмарки привоза не нужна. Сегодня у рынка прошли контрольные мероприятия. На вытоптанных газонах стояли импровизированные прилавки из коробок и ящиков. Несмотря на то, что на курорте организованы ярмарки привоза, на рынках выделены бесплатные места для торговли продукцией, собранные в личном подсобном хозяйстве. Граждане торгуют на газоне. Хотя те, кто действительно продавал выращенные в своих огородах овощи и фрукты – единицы. Большая часть коммерсантов перекупили товар, привезенный из других регионов, и нелегально торговали. В результате вот этой несанкционированной торговли у нас в городе появляются вот такие несанкционированные свалки. И люди не хотят ни платить, ни убирать, ни вывозить даже после себя то, что они вот здесь свалили. Убирают свалку, организованную предпринимателями, сотрудники предприятия «Анапа» благоустройство. За захламление территории общего пользования и несанкционированную торговлю предприниматели заплатят штраф. Участились факты самовольного захвата муниципальной территории для торговли овощами и фруктом. В результате чего после этой данной деятельности торговли в городе-курорте на данной территории осуществляется большое количество несанкционированных свалок. Сегодня по данному факту были составлены три протокола и переданы на рассмотрение в административную комиссию. Мониторинг территории, прилегающий к рынку восточной, будет проходить регулярно. Граждане, которые попытаются организовать торговые точки на территории общего пользования, заплатят штрафы. В первый раз его сумма составит 2000 рублей, а вот во второй и последующие разы уже 5000. Православные сегодня отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Лазурным праздником завершается самый короткий из всех Успенский пост. Один из 12 великих праздников Русской Православной Церкви – Успение Пресвятой Богородицы. Сегодняшнее утро в храмах Анапы началось с божественной литургией и молебна перед плащаницей Девы Марии. Праздник знаменует окончание земной жизни Божьей Матери. Его название происходит от слова «уснуть». Христиане верят, что оставив землю, Дева Мария не перестала просить перед Сыном за мир и Церковь. Традиционно со всеми православными праздниками связаны какие-то приметы. Так считается, что с Успения солнце засыпает. Время с 28 августа по 11 сентября называют молодым бабьим летом. К другим темам. Завтра Анапа присоединится к всероссийскому экологическому субботнику, посвященному 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Старт акции будет дан в 10 утра. В сквере воинской славы возле Вечного огня на мемориалах на улице Ленина и на Старом кладбище, а также на памятниках военной истории в сельских округах начнется работа по благоустройству. Будет собран мусор, побелены деревья. Субботник объединит школьников и студентов, сотрудников предприятий и организаций, ветеранов Великой Отечественной войны, а также всех, кто хочет поддержать эту одновременно патриотическую и экологическую акцию. Сделать свой город чище, воздать дань памяти и уважения поколению победителей. Особое настроение для всех участников субботника создаст музыкальное оформление из песен военных лет, а также выступление творческих коллективов и анапских поэтов. Начало акции в 10.00. Присоединяйтесь. Еще одно событие на выходных, теперь уже спортивное. На курорте продолжаются футбольные баталии. Завтра в 17.30 на стадионе «Спартак» состоится очередной матч высшей лиги края между городским футбольным клубом «Анапа» и краснодарской командой «Олимп Универспорт». Нашим спортсменам по-прежнему необходима поддержка. Встречаемся на «Спартаке» в ход свободный. И завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий с камней самоцветов «Тайной медной горы». В субботу 29 августа в Анапе ясно. Температура воздуха днем плюс 25-29, ночью до 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых» модная школа поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.